здравствуйте время новостей с вами в студии татьяна иванова мы продолжим знакомить вас со славным городом харьков сегодня вы увидите какой он харьков город контрастов мы прогуляемся по парку машиностроителей но харьковчанам он знаком как парк артема усаживайтесь поудобнее мы начинаем парк построен на месте кирилла нефодиевского кладбище территория для захоронений здесь существовало еще со второй половины 18 века у кладбище менялись названия но сама территория здесь находилась до 1934 года открытию парка предшествовали некие события в 1906 году член большевистской партии федор сергеев по кличке артем устроил сходку большевиков и попал полицейские протоколы со временем на этом месте начал собираться рабочий класс часто происходили драки и даже убийства также по открытой информации на старом кладбище продолжали неофициально хоронить людей частности умерших от голода 1933 году из-за популярности среди местных жителей территорию решили оборудовать под зону для отдыха по гост снесли местную церковь разобрали на кирпичи которые также начали использовать при строительстве аллеи огромного городского парка здесь высадили ели а после открытия создали кольцевую аллею из крымской липы которую специально привезли из шаровки торжественно парк культуры и отдыха имени артема открыли в 1935 году дав ему имя большевика и советского партийного деятеля площадь парка составляла около 100 гектаров в конце 90-х парк прославился ночным клубом диска 2000 который на то время был одним из флагманов харьковского клубного движения и собирал всю самую продвинутую молодежь того времени клуб был создан в здании бывшего кинотеатра музыкальные стили клуба хаос электропоп позже его переименовали в апельсин клуб постепенно сдавал свои позиции потом клуб апельсин превратился в жару на сегодняшний день клуб жара собирает молодежь которая слушает неформальную музыку и хоть не является престижным или элитным клубом кажется нашла свою нишу и прочно ее заняла тут часто давали концерты достаточно известные рок-группы король и шут дельфин брутто аматори и другие сегодня парк находится в упадочном состоянии и требует серьезной реконструкции все в парке напоминает конец восьмидесятых начало девяностых годов гуляя по парку словно возвращаешься в ссср здесь можно увидеть фигурки мишки волка красной шапочки их даже красят а заброшенный танцпол зарос деревьями и кустами парк требует тотальной реконструкции и вложения значительных средств но то что молодежи он не безразличен вселяет веру и оптимизм может быть с помощью молодых инициативных групп и организации удастся победить упадок и неблагоприятную ауру этого места и создать живой красивый зеленый уголок который будет радовать жителей нашего города то будет с парком в ближайшем будущем неизвестно жители города все-таки ждут его реконструкции и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok